Вторая, наверное, идея, она заключается в том, что, как ни странно, деньги текут к тому, куда течет любовь. Именно поэтому очень часто, когда рождаются дети, и дети начинают безвозмездно любить папу или маму, то появляются деньги. Не зря же в народе говорят, что Бог дает детей на детей дает. Именно поэтому, когда начинают возиться с ребенком, или ребенок начинает безвозмездно, ему же все равно, в какую сторону направлять свою любовь. Он просто любит, глядя на маму или папу. Так вот, куда течет любовь, туда текут и деньги. И здесь очень важно, чтобы вас любили. Естественно, если вы живете в семье, где устраиваете кардибалеты, где живете и тираните других, где все время обиды, вы пытаетесь сделать из кого-то обвиненных или обвиняете кого-либо, используете, ненавидите, злитесь и так далее. Всегда знайте, что в этот момент от вас убегают деньги. Третье. Существует в человеческом теле, существует семь чакр. Три называются, на самом деле их восемь. Четыре из них называются низменные, четыре из них возвышенные. Что это такое, с чем это едят? Смотрите, в случае, если у человека очень много мыслей, человек начинает говорить, а потом я сделаю бизнес, у меня получится это, у меня получится построить, у меня получится запустить, у меня получится продавать, у меня получится еще что-то. Таким образом вы делаете две ошибки. Первая ошибка. Вы ставите много целей, а чем больше целей, чем больше вы нафантазировали, тем сложнее это все исполнять. Потому что чем сложнее программа, которую вы нафантазировали, тем сложнее этому миру создавать совпадение и создавать данную программу. Поэтому если есть цель, я скоро буду богатой, а как не имеет значения. Такая программа имеет больше шансов, чем... А вообще не нужно желать человеку что-то конкретное. Нужно желать просто быть счастливым. Дело в том, что я думал, что я буду счастлив, если у меня будет в центре трехкомнатная квартира. Оказалось, я могу быть счастливым, если буду жить в доме. Знаете, я о доме в селе вообще никогда не мечтал. Но я могу сказать, что сейчас, если мне сказать, давай в квартиру, я уже не поеду. Таким образом, не нужно желать, наверное, чего-то конкретного. Желайте счастья. Скоро буду счастливым, богатым и так далее. Слово «скоро» в этом случае очень важно.